Хей, йоу, мамы и папы маленьких грибочков, это я от малышей так называю. А ну давайте садитесь поближе к экранам, потому что в ближайшее время для вас я приготовила супер полезный контент. В этом видео я расскажу, как Дон Никитон, которому чуть больше полутора лет, пересек всю страну на самолете еще 15 часов в пути автомобильного. И это совсем не шутки. Какие лайфхаки помогли всем нам благополучно перенести все это, вот как раз и поделюсь. Так что смотри этот выпуск до конца, конспектируй и погнали! Не представляю пока как это будет. Я мать знающая своего сына. В общем сейчас я вам покажу, что такой дорожный для вас точно туалет. Будем так делать дальше. Вы тоже ходите. Я уже делала подобный сюжет год назад. Его вы можете посмотреть по ссылке. Там Никитон был соответственно на год младший. И потому так как такое видео уже было, представляю, что сейчас посыпется в комментариях. Но мы их пропустим, ибо так понятно, что ребенку надо видеться с бабушками и дедушками. Путешествия сами по себе также несут развивающий характер не только для взрослых, но уж тем более для детей. Я думаю многие из вас не станут себе отказывать в путешествиях и поездках. А у нас сложилось так. Что ж поделать, живут родственники за 7000 километров. А вот готовиться к поездке надо. Ну и контент опять же сам себя не напилит. Итак, 7000 километров на самолете. Есть конечно особый тип экстремалов, которые готовы 5 дней в поезде тусить. Мы не из таких. Выбираем быстро добраться до места. Так что наш вариант это 7 часов самолета. На самом деле вся дорога от пункта А в пункт Б занимает целый день. Такси, регистрация, прочее, прочее. И если когда летит взрослый, это не особо важно, то с маленьким ребенком лучше все это время брать во внимание. Для нас это значит, что нужно где-то сделать передышку, остановиться, выпустить Дон Никитона, побегать, покакать, пописать, покушать и в сон еще уложить. Короче, к таким поездкам я готовлюсь заранее. У меня уже сложился дорожный чемоданчик практически для любой вылазки из дома. Так как мы живем в Москве, то вылазок случается этих довольно-таки много. Итак, что там в нашем, в данном случае, голубом рюкзачке? Первое, что я беру с собой, это обязательно 5 памперсов. Это минимальное количество на день. Меньше, конечно, может уйти, но если нет диареи, точно, а вот если есть какие-то подозрения, то кладем сверху еще пару-тройку. Ну или по своему ребенку каждый сам, естественно, смотрит, у нас это среднее количество. Влажные салфетки детские. Это на случай экстренных протираний попца. Ну, в дороге этот случай всегда экстренный. Перекус. Его тоже каждый берет по-своему. У меня всегда он по всем вообще возможным карманам рассован. Не только дорожного чемоданчика, но еще коляски, своих собственных карманах, карманах личного рюкзака. В общем, абсолютно везде, где только можно его спрятать, я всегда беру с собой. Так как наш товарищ имеет крайне здоровый аппетит. Если по пунктам, то здесь у меня несколько фруктовых пюре объемом не меньше 120 граммов. Фруктовые постилки, рисовые слайсы, сушки, печенье, ну и далее все в таком духе. Иногда белые булочки берем с собой, тоже очень выручают. Обязательно беру с собой пару бутылочек воды. Пару, потому что одну постоянно где-нибудь забываем. На всякий случай беру еще минимум одну бутылочку сока. На случай, если Никитон в крае раскапризничается, даю для быстрой нейтрализации его душевных ран. Очень вот нам как бы помогает. Обязательно 2-3 комплекта запасной одежды и носков. Тут каждый тоже выбирает по своему ребенку, сам знает сколько надо. У меня 2-3, это железно. Он парень активный, не очень аккуратный. Если прольет на себя воду, всегда есть во что его сухое переодеть. Ну и так мне самой спокойней. Плюс, если, например, полет летом, то скорее всего ребенок сядет в самолет в легкой какой-то одежде. А во время полета лучше во что-то переодеть потеплее, потому что в самолетах всегда, как правило, продувает очень так неплохо. А обязательно беру везде с собой вот такое одеялко. Посмотрите, оно нам перешло по наследству. Этим одеялком мы уже в детстве укрывали. Представляете, когда тот был ребенком. И даже я помню, что в мои времена было что-то подобное. Я его очень люблю. Оно для дороги вообще просто идеально, потому как натуральный состав, когда требуется тепло, оно дает тепло. Когда слишком жарко, в меру прохладно, не знаю, что там вообще за магия такая. Если вы вдруг в курсе, то напишите в комментариях, просветите меня. И места мало занимает. Ну вот если его не так, конечно, аккуратно сложить. И форму держит, и вообще какое-то неубиваемое просто. В общем, оно обязательно у нас лежит. Любимые игрушки и книжки. Важный пункт. Думаю, все понимают, что если не взять, то будет туго. Книжки у нас не очень с почете, даже с наклейками, даже без текста, даже с музыкой. Потому беру парочку, обычно которые он смотрит как-то более-менее, либо парочку каких-то новых. Ну, вдруг свезет. Ну и, соответственно, обязательно игрушки. Одну мягкую обнимашку. Машинки он очень любит у нас катать всякие разные. Главное, чтобы они были бесшумные, без кнопочек, чтобы не доставать соседей в самолете. Ну и куда мы без мультиков? У меня лайфхак. Оформлена подписка на ютюбе. Премиальная. Одна из возможностей, которые она дает, это возможность скачивать видосы в библиотеку и смотреть их потом без интернета. Я очень люблю эту возможность. И стоит это не каких-то великих денег. В общем, я всегда ей пользуюсь. Детские витамины и аптечка. Обязательно у меня есть с собой. Минимальный набор лекарств от пищевых отравлений. Это наш самый топчик. Жаропонижающие, градусник, капли в нос и глаза. Это все, что чаще всего нам пригождается. Градусник, кстати, вот без контакта у нас как-то не очень держится. Поэтому у нас вот такой. Вот обычный электронный. Довольно быстро измеряет температуру. Его можно легко вот так вот с той стороны подмышки засунуть, чтобы Никитос его не выдирал. И, в общем, занимает минимум место. Детские витамины я их вообще даю вместо конфет ребенку. Ибо это полезно, вкусно, не вызывает никаких привыканий. И очень важно, что резких изменений в поведении тоже не наблюдается. Как, например, с шоколадом у многих детей. Кстати, сам рюкзак в этот раз с ним летало вот таким вот мерчевым рюкзаком. Но я очень ценила его габариты и саму компоновку, комплектацию. Он расстегивается вот здесь вот. Его можно положить на любую горизонтальную поверхность, открыть. И ты все видишь в свободном доступе, все, что тебе нужно. Не требуется, то есть, лезть там, например, на самое дно, перерывать все, что у тебя сверху 33 раза. И постоянно терять, что где лежит. Где, в каком углу взял, там и положил. Там и осталось. На этом основные сборы все. Дальше сам путь. В начале каждого полета к родителям маленьких детей подходит стюардесса и проводит дополнительный инструктаж. Тут рассказывают про то, что пеленальные столы есть в туалете. Пройду какие-то вопросы, уточняются. И самое главное. Это ремни безопасности. Выдается дополнительный ремень с петлей. В нее вставляется один из ремней родителя. Застегивается ремень родителя. И только потом застегивается ремень ребенка. То есть, ребенок летит на руках, пристегнутый к родителю, дополнительным ремнем безопасности. Так делается на взлете, на посадке и в зоне турбулентности. Кстати, у нас, когда Никитон спал, мы его не стали будить и брать на руки. Просто пристегнули к ремню от кресла. Стюардесса сказала, что так тоже можно. В прошлом году для комфортного сна ребенка Дон Никитону выдали детскую люльку. Она крепится к самолетной перегородке, что перед пассажиром. Следовательно, автоматически мама грудничков попадает на самые удобные места в первом ряду. Но люлька предназначена для детей только до года. Следовательно, позже эта привилегия не действует. Мы, кстати, пробовали заказать в офисе компании. Нам отказали. Потому туда пришлось лететь как придется, а вот обратно выпал счастливый билетик. Нам невероятно повезло выбрать раз тем, что мы сидим на передних креслах. Хотя мы заказывали люльку, нам не отказали, потому что до года можно заказать люльку ребенку. Старше года уже, к сожалению, нет. Поэтому мы в этом году без люльки, но с прекрасным местом. План такой, когда можно будет отстегиваться, мы взлетим уже окончательно. И поднимем вот эту вот лючку, и посередине освободится целое пространство. Это позволит нам уложить Никитоса спокойно спать. Для этого люлька не нужна. Также мы вот летели в другую сторону. Мы садились точно на месте, где есть три свободных места. Я сидела также сбоку, а посередине мы также укладывали Никитоса, он спал достаточно комфортно. Будем так делать дальше. Тоже пользуетесь. Ну, тут каждый ребенок по-своему развлекается. Я уже говорила, что у нас с собой были книжки, машинки, цветные карандаши, одна мягкая игрушка-обнимашка и все. Остальные мастерили из подручных материалов. Кстати, некоторые авиакомпании выдают детям подарочные наборы. Единственный есть минус, что до достижения определенного возраста нового набора тебе не видать. Так у нас этот красный пакетик уже шестой за два года. В нем по-прежнему лежат те же книжка, которую наш сын расценивает исключительно как тренажер для челюстей, сортер и зверушек. К нему теряется интерес буквально после второй заполненной ячейки и влажной салфетки. Попу ими точно не протрешь, они очень маленькие. Только руки от грязи протирать. Но и на том спасибке, как говорится, одаренному коню в зубы не заглядывают. Хорошо, если дети коммуникабельные. Наш, например, собирал вокруг себя компании, игрался с напарниками. А так как меняться у него в крови буквально заложено, то и машинок у него было больше, чем мы взяли с собой. Также в ход шли самолетные принадлежности. Стаканчики, кружки, журналы, даже бумажные пакетики. На них оказалось очень здорово рисовать. Конечно, мы и мультики в дороге показывали. Когда игры надоедали, надо было немного успокоиться. И, кстати, в дорожных телевизорах Никитос впервые узнал, как прикольно работают наушники. Вот тут какая-то странная фигня произошла. Я к тому, что когда мы летели в одну сторону, никакого детского питания сыну не предложили. На обратном же пути просто закормили по полной программе. Две пюрешки, одну фруктовую, другую мясную. Коробочку молока. На полдень дали еще одну фруктовую пюрешку, баночку и еще одну коробку молока. И даже предложили пирожок, который входил в рацион взрослого. Я не поняла, от чего это зависит на самом деле, но в любом случае у меня на прозапас всегда лежит его еда. Плюс я всегда делюсь с ним тем, что дают мне. Когда мы летели год назад, я, кстати, не рассказывала, как устроен процесс пеленания грудничков на борту. А для них, на самом деле, в туалетах обязательно есть столик. Он находится прямо над унитазом. Я открывала его, клала малыша, вставала вплотную к краю и делала все дела. Место было впритык, но, в общем-то, хватало. В этот раз Дон Никитон уже куда постарше и в таких манипуляциях уже не нуждается. Да и сомневаюсь, что этот столик удержит 15 килограммов добротного детского тела. Потому я делала проще, ставила его на унитаз и пока он стоит, проделывала все необходимые манипуляции. В это время он сам себя развлекал перекладыванием с места на место наборов для чистки зубов и игрой с краном, который работает только тогда, когда руки к нему поднесешь. Это основное. Также с колясками. Сколько летали, принцип всегда один. Регистрируем коляску на стойке, когда сдаем багаж. На нее вешают специальный талон. Катим ее до самого самолета и перед входом в самолет сдаем персоналу. В конце полета коляска встречает своих хозяев прямо на выходе из самолета. Так что никуда она не денется, не переживайте. На моей практике с ними обходится вполне аккуратно. За все время полетов у меня был всего один случай, когда коляску не вынесли к выходу и пришлось дожидаться ее на стойке информации по багажу. О, еще одно. На обратном пути мы решили выяснить, есть ли багажное место для ребенка. Да, но есть условия, обычно прописываются на сайте авиакомпании. В нашем случае можно было сдать до 10 килограммов. Так что в этот раз мы уже спокойно летели с тремя чемоданами. Ребят, на этом не все. Там впереди еще кое-что интересное. Но если уж тут вам уже было полезно и интересно, то, что вы видели, уже заслужило вашего лайка или подписки, не скупитесь, нажмите кнопку. Это очень поддержит развитие моего канала и производство новых видео для вас. Самолетом в этот раз наши дорожные приключения не ограничились. Теперь мы впервые с Дон Никитоном едем в автопутешествие. С Хабаровском поедем в Приморский город Наход. Не представляю пока, как это будет. Никто из нашей команды дружно не выспался, кроме Дона Никитона. Я так вообще в 2 часа ночи проснулась и так и не смогла уснуть. Короче, как под водой нахожусь. Никогда не смогу с этими родителями записать видео. Невозможно. Пойдем. За 2 месяца наших дальневосточных приключений Дон Никитону случилось проехать еще 800 километров на машине до моря. И этот маршрут вызывал во мне особые беспокойства. Итак, в автомобильном трипе минимальный набор все тот же. Условия несколько другие. Во-первых, нужно было побеспокоиться о том, чтобы Дон Никитону было удобно сидеть. Как только мы прилетели в Хабаровск из Москвы, я купила на Авито автокресло. Так как я по-прежнему не секую, для какого возраста какие кресла, взяла то, что видела в московских такси. И казалось мне более-менее удобным для Никитона. Для езды по городу оно было очень даже применимо, но вот на дальние расстояния... Короче, за день до выезда на море пришлось в экстренном порядке искать что-то более подходящее. И снова Авито мне помог. Цена вопроса 1700 рублей. И в нашей машине не просто комфортное кресло для Дон Никитона, но и со специальной системой крепления, как там она, Isofix называется. В общем, суть ее в том, что она крепится к каркасу самой машины, и, как говорит производитель, и правила дорожного движения максимально повышает уровень безопасности для малыша. Вот, Дон Никитон сам забрался в кресло, оно теперь для него удобное. Оно выше, чем было предыдущее. Предыдущее для долгой поездки не подходило, было низкое, ему не видно было, что он где едет. А во-вторых, просто ему было неудобно там сидеть. А еще пятиконечный ремень безопасности, тоже очень важно. Ой, будь здоровой, очень будь здоровой. В автодорожном путешествии у меня сложилось три главных правила. Первое, останавливаться нужно каждый сотокилометр, если малыш не спит, разумеется. Тогда у него будет достаточно терпения продержаться весь путь. На каждой остановке я давала Никитону вдоволь набегаться, накатать машинок и даже порулить настоящей машиной. Уходи, бабушка, все, я поехала, уходи, все. Остановка номер два. Сейчас мы остановились на том, чтобы покушать, сходить в туалет. В общем, сейчас я вам покажу, что такое дорожный дальневосточный туалет. По дороге туалеты на автозаправках закрыты все. Говорят, что у них там типа шамбов все засорилось, поэтому придется идти вон в ту будочку. Мама пошла. Вот такая дорожная остановка, чтобы сделать свои дела туалетным. Я думаю, многие их помнят из детства. Да, многие роняли телефоны, ногами проваливались. Я надеюсь, что со мной ничего такого не случится. Камеру на всякий случай по эту сторону туалета оставлю. Ты здесь? Да. Классно? Ура, вспомнила детство. Вон, смотрите, как просто встаешь ногами. И мухи летают. Вот мы в Охе, короче. Смотрите, мы там ходили. Куда? Потому что думали, что здесь кафе нет. Заходим, значит, в кафе, видим что? Поворачиваем направо и видим нормальный человеческий туалет. Мы нормальные люди, а? Но вот почему нельзя было сперва сюда прийти и в туалет сходить, как нормальные? А мы поперлись. Классика. Второе. Полноценный рацион питания. Вообще, в дорожных путешествиях в моем детстве всегда присутствовал жесткий стереотип, что придорожный кафе не иначе, чем отравой людей кормят. Съев там что-то, ты обязательно отравишься, чем ты заболеешь и в итоге, конечно же, умрешь. Но благо все изменилось. Тот факт, что в таких местах едят практически все дальнобойщики, говорит о том, что все не так и страшно. Мы в итоге в основном ели в таких кафе. И даже дом Никитона кормили дальневосточными борщами. Последний парень по достоинству оценил. Даже есть детский стул, кстати, если че. Всем приятного аппетита. Если вы там еще не кушали, то обязательно покушайте. Ну, перекусы на ходу, естественно, тоже были. Просто главной задачей для меня всегда в дороге служит полноценный рацион. Чтобы он, например, не сидел весь день на детских пюрешках и снеках. Вот скорее от такого питания у него может случиться какое-то несварение. Я мать, знающая своего сына. Мы на какой-то из остановок на заправке, пока он спал. И я купила на всякий случай два качапури сыра. Здесь вот он лежал. Пока он здесь сейчас лазил, буквально вот две секунды, он его нашел, достал, стал есть и спокойно уселся в свою крепость. Все, он готов ехать дальше. Наконец-то. Еще один момент. Дон Никитон ни в коем случае не сидит сзади один. Этот маленький лихо разобрался, как расстегиваются ремни, открываются окна и двери. Внутренние блокираторы, к тому же, не особо справляются. А внешних как-то у нас вот в машине не оказалось. Так что я все время контролировала этот процесс. Ну и заодно развлекала его, естественно, как только могла. И подурачиться, и какие-то книжки посмотреть. Кстати, на удивление, машина это единственное пока что место, где его прям увлекают разноцветные чтива. Машинки также покатать, мультики посмотреть, ну и обязательно поспать. В дороге наш товарищ отрубился целых два раза. И это, как бы я ни боялась, вообще никак не сказалось на его общем режиме. Для нас самих в пути, разумеется, не обошлось без трудностей. Это уже четвертая остановка за наше путешествие. Дон Никитон рубанулся второй раз за день. Не знаю, что мы будем делать с ним ночью, но суть в том, что он уснул, это уже хорошо. Он устал, адски устал. Нам осталось ехать еще пять часов. Не знаю, я вот пошла искать туалет. Забрала. Туалет есть? Туалет не самый прекрасный, но по крайней мере это не дырка в полу и уже неплохо. Так что я по своим делам. Давайте. Меняем пока маму за рулем, пока в очереди стоим ждем. Теперь она пошла по своим делам. Короче, мы находимся уже в пути семь часов. Это четвертая остановка. Останавливаемся на заправке, сейчас заправляемся. По дороге выпили кофе. Делали предыдущий раз остановку. Кофе был так себе на троечку. Нормальные такие завертончики скушали. Никитовас побегал. Все довольны, все размялись, отдохнули. Мы проехали после этого еще 150 километров, мы офигеть как устали. Вы устали? Родители не устали. А мы с Доном Гетоном устали. Ужас просто. Нам еще ехать 5 часов. То есть это мы доедем, короче, где-то часов в 11 или в 12 ночи. Какие-то спартанские условия, в общем. И зависть называется. Будем крепиться, наверное. Я не знаю, как Дон Никитон, мне кажется, он будет не рад этим местам. Но в дороге, пускай вообще как хочет, такой режим сам себе выстраивает. Потому что, конечно, для него это вообще что-то абсолютно новое. Он никогда так долго не ездил. Многих интересует еще то, как Дон Никитон менял в дороге штаны. И тут ничего сверхъестественного, скажу я вам. У меня с собой в дорожном наборе, как вы помните, есть влажные салфетки. А в автопутешествии мы еще взяли с собой набор одноразовых пеленок. Так я либо меняла ему подгузники, лежа на заднем сиденье, либо на остановках, стоя примерно как и в самолете. Все вполне просто и доступно. Так, осталось третье правило. В меру рассчитывать свои силы. На самом деле, любая такая долгая поездка утомительна практически для любого взрослого. Не говоря уже о таких ребятах, как Дон Никитон. Потому нужно тоже адекватно оценивать свои силы и силы ребенка. Наш парень в ночь засыпать в автокресле не хотел вообще ни в какую. А так как ехать нам оставалось еще часа три, решили сделать остановку на ночь в гостинице. Сразу же звонишь кому-то. Сняли себе гостиницу экстренно, так получилось. Стемнело, решили не ехать, ну его нафиг, потому что находка там непонятная, короче, трасса. Ну, чтобы безопасно было, решили снять номер. Сняли родителям двухспальний номер. Нам вот на спальне с домом Никитоном. Будем ячиться с ним на вот такой чудесной кроватке. Вот у нас целые вызроги и даже кондиционер в холодильник. Стоимость номера вот этого для 300, от того 3000 рублей. У родителей все воняет, как они говорят. У нас ничего не воняет, нам больше повезло. У нас тут есть шкаф. Можно полувыслить свои вещи и даже сказать. Дон дистракт, не надо мне беспокоить сейчас. Я сейчас сплю, не убирайте меня в номере. Здесь есть одеяло. Если мы замерзнем, тапки одноразовые, прекрасно. Еще у нас есть душ. У нас есть душ с туалетом. Самый обыкновенный, ну да, что пованивает чуть-чуть тут. Самый обыкновенный. Тут даже вот положили мыло, там всякое, это умыться-помыться. Плотенце. Никакого вам, короче, люкса, красоты и роскоши. Но на трассе как бы особо выбирать не приходится, особенно в СИЗО. Тем более, что как бы стоят они относительно недорого. Переночуем, отдохнем. Завтра полными силами соберемся, поедем дальше. Надеюсь, все пройдет тип-топ. Всем приветики! Знаете, что так хорошо мне не спалось, я не знаю уже сколько времени. Может быть, потому что я устала от долгой дороги, а может быть, потому что до этого сутки не спала. Но, в общем, я выспалась и готова продолжать. Микитон! Микитон тоже. Одно отмечу, что как самолетом, так и в автопутешествии обратная дорога была на порядок проще. Парень, во-первых, уже стал повзрослее, во-вторых, уже знал, что ему предстоит, исторически переносил весь путь. Не капризничал, если ныл, то все строго по делу. Сам находил себе развлечения. В общем, не могу сказать, что ему это было как-то вот прям в тягость. Напротив, похоже, что ему такая жизнь даже нравится. Так что и вы не сидите дома. Давайте, покупайте там себе путевки. Ставьте обязательно лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте колокольца. В общем, любая ваша активность будет огромным подспорьем для развития моего канала. Если вы еще не видели мои другие видео, обязательно посмотрите их. И на этом пока все. С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok